всем привет меня зовут грифон и вы смотрите прохождение готика 2 ночь ворона мы в прошлой серии добрались до монастыря и сегодня у нас по плану забрать глаз и носа и вообще у нас здесь достаточно много дел надо обучиться новым заклинаниям еще даже не выбрал каким так третий круг магии научили меня третьему кругу магии до время пришло войди в третий круг магии тебя ждут новые заклинания они тебе понадобятся зло хочет погрузить землю в хаос и остановить его можно только с помощью силы и носа я научу тебя всем кругам которыми владею сам карас введет тебя в другие круги так которыми сам он короче только 3 защитит тебя и нас только три круга да значит нам нужен к 1 посмотрим обучить ли у нас сейчас четвертому кругу так да у нас очков обучения хватает так это мордук вообще давайте совсем поговорим эй ты как дела я смиренно выполняю все что у меня поручено мастер каждый день иннов подвергает меня новым испытанием я буду продолжать работать над собой так он нам ничего не есть новости враг по видимому уже вошел в город что ты имеешь ввиду один из паладинов лотар был убит на улице прямо средь бела дня это зашло слишком далеко но я боюсь что это только начало беннет невиновен свидетель солгал откуда ты это знаешь я нашел доказательства иногда мне кажется что предательство и жадность наши самые величайшие враги что будет теперь убийство тем более паладина несомненно одно из самых тяжелых преступлений убийца наверняка будет приговорен к смерти так больше ничего хорошего он нам не расскажет ой 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 нет у него трудно да светит и нас твой путь но пока не хочу пробовать я еще сомневаюсь в своих силах эй есть какие-нибудь новости да но ты вероятно заметил эти фигуры в черных робах я встречал их вот а теперь перейдем к сути дела в настоящий момент мы наблюдаем очень редкое созвездие если быть более точным созвездие быка сейчас находится в прямой взаимосвязи с созвездием воина я полагаю ты знаешь что это означает ну если быть честным да хорошо я понимаю но я не могу объяснить тебе сейчас все детали но это определенно предвещает великие перемены а я не люблю перемены поэтому я хочу чтобы ты принес мне из города книгу она называется божественная сила звезд тебе возможно придется поискать ее но я уверен что ты справишься с этим и что я за это получу что ты имеешь ввиду ну я бы хотел знать что ты дашь мне если я принесу эту книгу ничего а что ты ожидал получить если у тебя есть время чтобы выполнить для меня задание в городе это твоя обязанность помочь мне я принес тебе книгу ты все же передумал очень хорошо так где же эта книга теперь ты можешь удалиться а я должен уединиться и заняться ее изучением ладно изучай так мне нужен третий круг это второй круг вот это наверно третий так в принципе вот вызов скелета однозначно вот малая огненная буря огненный шар шаровая молния так у нас есть тут свитки с этими заклинаниями малая огненная буря урон огнем 100 мало у нас ледяную копьё 100 наносит значит нет лечение средних ранений наверно тоже а огненный шар 75 правильно да да огненный шар а шаровая молния надо посмотреть походу короче только вызов скелета мне отсюда нужен будет так шара шаровая молния что нет у меня этого вот она урон магии максимально 120 короче с третьего круга кроме вот вызова скелета мне ни черта не нужно так что давайте его изучим а вот и карас как продвигаются твои исследования у врага много обликов какое из них представляет наибольшую опасность для монастыря чрезвычайно трудно определить обучи меня так пока ну и давайте четвертому кругу попробуем я хочу изучить четвертый круг магии он еще далеко не закончен ага нельзя да ну значит пока будем скелетом обходиться что нам нужно для блин для вызова скелета нам нужна кость скелета это у нас есть приступаем к созданию скелет как вы уже могли убедиться достаточно такой сильный монстр скажем так так наверное его что даже не знаю огненная стрела еще нам пригодится кражи энергии уберем и вот сюда тогда скелета поставим ну раз не хочет нас обучать четвертому кругу пойдем тогда поспим в свою комнату как дела хорошо мне очень нравится моя работа мастер как дела хорошо мне очень нравится моя работа мастер пойдемте тогда к этому к пиракару и попросим у него глаз вообще вот я думаю что это он светился сейчас уже не светится но что-то и был небольшой глюк он вообще не должен был светиться даже когда мы пришли вернее уже когда мы пришли сюда потому что его украли я пришел из старой долины рудников что ты можешь доложить враг сформировал там армию из орхов и драконов мы уже узнали это от милтона но что насчет королевского груза руды шахты в которых идет добыча в долине не могут удовлетворить потребности короля дни становятся темнее а свет солнца все тусклее на меня напали люди в черных рясах я знаю это ищущие приспешники бельяра из преисподней остерегайся их они попытаются овладеть тобой будучи одержимым ты больше не будешь самим собой только здесь в монастыре сможешь ты найти помощь так что будь осторожен я попросил Карроса заняться этим вопросом ему наверняка скоро удастся лучше понять эту проблему что позволит нам видеть яснее вот эта руна всегда перенесет тебя прямо в монастырь если тебе понадобится помощь помни мы должны сопротивляться иначе нам всем настанет конец я пришел чтобы забрать глаз Иноса я вижу ты получил позволение лично от лорда Хагена носить глаз Иноса но боюсь мне придется разочаровать тебя мы стали жертвами вероломного плана врага глаз Иноса был нагло украден из этих священных стен кто мог совершить столь дерзкий поступок мастер зло коварно и обычно действует тайно крайне редко можно видеть как оно выползает на свет божий чтобы открыто проводить в жизнь свои махинации но в эти дни все стало по-другому враг теперь действует в открытую на каждой улице в каждом доме и на каждой площади это может означать только что он больше не боится своего противника и не собирается отступать ни перед чем один из наших самых верных последователей кандидат на священную робу мага Огня неожиданно изменил свою веру и сделал это в вызывающей дьявольской манере это Педро враг овладел им нанеся тем самым ужасное поражение всем нам Педро пробил себе дорогу мечом в наши самые священные покои и украл глаз я боюсь что он просто слишком много времени проводил наедине за воротами и защитными стенами монастыря открытой для опасностей всякого рода куда побежал этот вор Педро убил несколько послушников пытавшихся остановить его и растворился в утреннем тумане многие послушники бросились за ним в погоню чтобы вернуть глаз назад на его законное место если ты хочешь догнать их то поторопись пока Педро не стал недосягаемым так понятно теперь нам нужно догонять этого Педро не так быстро у меня есть еще одно задание для тебя что еще теперь когда ты принадлежишь к братству огня ты также должен выполнять обязанности сопутствующие твоему положению церковь занимается не только вопросами магии она также как ты знаешь является последней инстанцией в вопросе осуществления правосудия последний случай с которым нам пришлось иметь дело открывает бездонную пропасть и с этим нужно разобраться раз и навсегда разве это не работа ополчения? ополчение отвечает только за город это дело может иметь далеко идущие последствия ну что там еще кто-то в городе продает фальшивые акции шахт бывшей исправительной колонии эти бумаги абсолютно бесполезны и не имеют особого значения но все же они могут посеять волнение и недовольство среди людей что мы не можем позволить себе в текущей ситуации этот мошенник предположительно имеет связи со всеми наиболее влиятельными торговцами в городе и в сельской местности и ему даже удалось продать свои поддельные акции и некоторым из них найди этого мошенника и приведи его сюда в такие тяжелые времена мы не потерпим шуликов и грабителей это дело должно стать показательным чтоб другим было неповадно я попробую прояснить этот вопрос еще одно когда ты будешь разговаривать с этими торговцами важно чтобы они не поняли что ты ищешь именно эти акции я думаю что они захотят продать их но наверняка откажутся иметь с тобой дело если поймут что ты действуешь по поручению церкви понимаешь? да тогда за работу я желаю тебе успеха брат ты хочешь что-то еще сказать мне? нет, пока нет брат еще одно держись подальше от придорожных алтарей мы слышали что некоторые из них были осквернены никто не знает как теперь они действуют тебя не должна волновать эта проблема о ней позаботятся паладины есть новости? нет, ничего такого чего бы ты еще не знал брат придется возвращаться в город и разговаривать с торговцами все с тобой согласен но сейчас спросим у Хигласа что он там накопал ничего пока не нашел ну я не совсем уверен текущее расположение звезд похоже сулит многие опасности какого рода опасности? ну материя между мирами похоже очень слаба нужна только небольшая часть силы которая потребовалась бы в обычное время чтобы прорвать брешь в этой материи демоны могут использовать эти порталы чтобы войти в наш мир не встретив сопротивления нет это не то что я хотел тебя услышать я хотел вообще-то может опыта немножко получить что ты не можешь не вернуть и вернуть глаз Иноса монастырю если глаз не вернуть мы все обречены как продвигаются твои исследования? я смог выяснить кое-что об ищущих и что это такое? они имеют очевидное демоническое происхождение ну по крайней мере они находятся или находились под влиянием демонов будь осторожен при встрече с ними на ты же какая свежая концепция я приношу свои извинения но у меня недостаточно материала чтобы сделать более детальное утверждение но ты мог бы принести мне что-нибудь принадлежащее им для изучения что именно тебе нужно? откуда я знаю? любой предмет который принадлежит только этим созданиям ты хочешь чтобы я принес тебе труп что ли? нет! ты с ума сошел! опасность представляемая нахождением демонической сущности в стенах монастыря слишком велика будет достаточно если ты найдешь какие-нибудь предметы типичные для этих созданий остатки демонической ауры прилипшие к ним должны дать достаточно информации для изучения может иметь к этому отношение спящий я слышал о спящем но исходя из имеющейся у меня информации я ничего не могу сказать об этом к нему могут иметь отношение бесчисленное количество демонов и любой из них может быть причастен я попробую что-нибудь сделать это было бы очень полезным а пока я займусь своими обычными исследованиями я хочу изучить четвертый круг магии он еще далеко не закончен это-то зараза такая ты действительно думаешь кто-то должен заплатить за это да защитил тебя Инус а что этот нам не с кем поговорить про этого моряка который там стоит на у моста чтобы его приняли в монастырь мне нужно кое-что так мне нужно кое-что и это кое-что это что такое а стрела это эссенция манны так амулет брони кольцо магии кольцо силы духа прибавка к силе защита от стрел так о рунный камень все да вроде бы все что мы можем тебе продать а ничего мы уже понапродавали все в городе все что я считал ненужным вот поэтому все остается единственное вот можно наверное вот вот эти вот свитки типа продавать да который нам но вот совсем не будут нужны кстати у тебя нет огненные бури у этого шторма у тебя есть шаровая молния которую тоже нам нифига не нужно 40 урона магии 40 расходов всего лишь 120 урона так что мы еще можем продать малую огненную бурю лечение тяжелых пока оставлю уничтожение нежити вот ледяная стрела нам не нужен ледяной блок волна огненный шар свет вот вот просто молния это вот уже наверное четвертый круг вот ее уже можно было изучить бы так большая огненная буря но пока это оставлю сон тоже вызов демона вызов скелета гоблина не нужен вызов скелета уже тоже не нужен шаровая молния так полевой хищник луркер вот снайпер оставлю пока превращение в варгом смерч кстати кстати а какие же блин у нас только круга это маги воды только первого круга может у них на третьем круге что то есть такое вот стоящее надо бы к ним тоже сбегать ну тут у нас только этот алхимик эй ты а он ничего не продает могу я чему-нибудь научиться у тебя я могу обучить тебя секретом алхимии так вот эликсир духа всего лишь десять очков да блин а у меня восемь вот эликсир духа надо будет срочно обучиться да как только уровень подымем так сразу прибегу обучаться эликсиру духа и прям навариваю его сразу может быть сколько я там этого нашел то царского щавеля вроде бы так восемь нет еще наверно не все ему стоило лучше подумать что еще раз с мельтоном поговорить ты ты знаешь где педра ты думаешь я стоял бы здесь если бы знал где скрывается этот предатель он должен заплатить за то что сделал я надеюсь нам удастся вернуть глаз ты должен помочь нам найди его и принеси назад глаз инноса ну да то я сам бы об этом не догадался что нужно делать так сейчас с этим поговорим с моряком и обратно в город будем эти шахты эти акции искать мимо тебя не проходил послушник да конечно он побежал туда он прыгнул в воду с моста и поплыл так как будто за ним гналась акула если ты идешь в монастырь тебе нужно поговорить с милтоном он наверняка сможет помочь тебе как ты думаешь меня примут туда возможно но мне почему-то тяжело представить тебя в робе послушника хватит нести чепуху роба так роба мне прежде всего нужна еда а то мне скоро придется обгладывать кору с деревьев все отправляйся в монастырь а мы отправляемся в город искать эти шахты так это ксардасу вот в порт и вот не знаю снять робу а у нас нечего одеть вот доспехи пирата вот так будем лазить ну как он сказал торговцы в верхнем квартале вроде бы больше ни у кого не нужно спрашивать если он этого не видит ну короче на всякий случай пробежимся по всем торговцам мало ли у меня и так хватает проблем это все сплетни у меня и так хватает проблем так сохранюсь и попробую так поговорить все в порядке опачки мы видим тебя че тебе не скрыться от нас все опачку зараза такая а а н че и вот довольно не лично неплохо а у него альманах одержимых о и яблочко отлично так еще да нам нужно будет собирать теперь эти альманахи кто-то еще у нас а вы так не смог я полностью с тобой согласен подожди минутку ты одержим уходи уходи немедленно диего нам ничего не скажет нет ничего и он решил встать между двумя братья чтобы погасить этот конфликт покажи мне свои товары так но ничего да так а если мы сделаем вот так ну-ка еще разок покажи мне свои товары нет у него ничего но еще раз к этому саландрилу зайдем я слышал ты был с паладинами в долине рудников я восхищен тебе стоит задержаться и взглянуть на мои товары вот например сейчас у меня есть совершенно особенное зелье только для тебя покажи мне свои товары с удовольствием преподобный брат а отлично у него есть эликсир ловкость и акции рудника хориниса вот буря буря у него есть короче у него дофига чего хорошего у него есть огненный дождь ну буря блин буря слабоватенько 250 ладно возьмем так и акции ты продаешь поддельные акции оставь меня в покое так он ничего не хочет нам говорить да покажи мне свои товары он тоже ничего не хочет говорить так что там вообще по этим акциям акция рудника согласно королевскому свидетельству о собственности предъявителю этого документа дается право на проведение горных работ в королевских землях уж указанные горные работы должны быть ограничены пространством в один римлот согласно закону о горнодобывающих работах римлот составляет 16 шагов горизонтальном измерении и три шага вертикальный городской проспектор имеет право на свободный доступ к местам производства работ если арендатор не в состоянии платить ренту все права на землю возвращаются королевству подпись королевский проспектор соландрил что нам написали парня продававший акции шахты торговцам зовут соландрил вероятно я смогу найти в верхней части хориниса если он еще не начал прятаться от правосудия что еще раз тут поговорить ты должен отправиться в монастырь чтобы предстать перед судом что у тебя крыша поехала черта с два у этих жалких магов нет никаких доказательств против меня а как насчет этих фальшивых акций которыми ты наводнил всю страну на них твоя подпись ты виновен что да я протащу тебя через весь город за шиворот как паршивого щенка и вышвырну за ворота иди сюда уже получше мы орудуем посохом так у него тоже есть яблочко кстати чё мы тупим давайте зелье выпьем ловкости а сколько у нас яблочек 31 уже тоже можно скушать их мы еще посмотрим подожди минутку хорошо хорошо ты лучший боец чего ты хочешь так ты пойдешь в монастырь или тебя еще раз проучить ты еще пожалеешь об этом да черт тебя побери я пойду в этот монастырь но тебе это просто так с рук не сойдет ой ладно короче топай в монастырь по моему нам потом нужно будет еще бегать скупать покажи мне свои товары эти акции тут кроме лютера и вот эту саландрила в верхней части никого нет так но на всякий случай я еще ладно может даже не знаю давайте в монастырь вернемся покажем вот этот альманах одержимого также мы-то где-то монастырь то что он замок акции тип отдельные покажем и нам наверно скажет что делать дальше ты защитит тебя и нас если он этого не видит я ничем и почему я не слышал об этом раньше что-то ко мне поворачиваешься я смог найти несколько акций шахт очень хорошо ты должен изъять из обращения все акции это отрава для наших людей принеси их все мне вот это компенсирует твои расходы я знаю кто ввел эти акции в обращение это саландрил алхимик из верхнего квартала города тогда приведи его сюда нам есть что обсудить с ним саландрил здесь в монастыре отлично мы разберемся с ним позже ты хочешь что ты еще сказать мне нет пока нет я нашел странный альманах да что это за альманах я не уверен я думал ты можешь знать что делать с ним воистину это очень тревожный знак я рад что ты принес его мне это было мудро я полагаю что она не единственная иди и найди еще эти книги проклятия я подозреваю что это инструмент ищущих они используют его чтобы контролировать потерянные души своих жертв они очевидно записывают имена тех кем они планируют овладеть в эти книги послушай я дам тебе это магическое письмо она покажет тебе имена записанные в этих книгах найди этих жертв и принеси мне их книги я избавлюсь от них но сначала ты должен показать хотя бы одну из них карросу может это поможет ему в его исследованиях и не сделай ошибку попытавшись уничтожить их самостоятельно ты еще не готов выдержать их силу не приближайся к ищущим иначе они овладеют тобой если же ты все же поймешь что не в состоянии сопротивляться их зову возвращайся ко мне как можно скорее только здесь в монастыре твоя душа может быть спасена от их ментальных атак нет никакой защиты защита возможно карос может знать что-нибудь об этом так я вот действительно немножко тупо но надо было отдать сначала альманах карос но ничего у нас еще будет много этих альманахов так кстати где это магическое письмо важное сообщение так записка закладная вот магическое письмо пиракара фернандо вино малак и брамор 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 а брамор же шитаж вроде бы в городе эй ты есть ли способ защититься от ментальных атак ищущих понятия не имею я пока знаю слишком мало чтобы дать ответ на твой вопрос задай мне его еще раз попозже но да сначала моему альманах принесем а потом уже тогда будем задавать вопросы так ну что я могу сказать возвращаемся в город и так так значит брамор и вина нам нужны на данный момент так а вина там наверху но я надеюсь скелет и не поможет попробуем по крайней мере так сейчас яблочки быстренько скушаем ой в какую сторону 30 вроде должно хватить для повышения силы если он этого не видит я ничем не могу помочь нет ничего нового или 25 нужно что то у меня память плохая на числа на твоем месте я бы этого не делал на 25 точно и где там наши грибочки нет это долго сейчас но вот теперь можно доесть вот максимально она есть у нас некоторые проблемы решаются сами собой это давно известно тебе должно быть зале этого бедняга нет это заборка значит да вот он брамор все в порядке мы видим тебя чем тебе не скрыться от нас все нас прокляли иди сюда у куда-то там полез парень иди сюда выходи давай и вот здесь ему чудо раз что дай ему чудо что дай ему покажи ему где раке зиму а а а а а а и кинжалом как он меня раздел так еще яблочко золотой чаш который мы возвращали и альманах одержимого обалдеть как он меня расковырял мы еще посмотрим подожди минуту ну и удар у тебя чего ты хочешь ты одержим что о чем это ты убирайся отсюда де 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 он слишком много болтает как скажешь не говори об этом никому не говори об этом никому не говори об этом никому он почти не отдыхает он почти не кто то должен делать это он не может угодить всем сохраняемся ну и надо пробежаться просто по торговцам и посмотреть у кого есть эти покажи так у тебя нету ну стоило сто раз не говори об этом никому не говори об этом никому покажи мне свои товары так у тебя чистая манна осталась да тоже нету а вообще в этом в портовом квартале что то я сомневаюсь что у кого то будет будут эти акции но на всякий случай все равно проверю этот счет остался три торговца так рискованно у нее воровать покажи мне свои товары нету удачной тебе дороги достопочтенный маг никто никогда не спрашивает вот он кардиф дай мне что-нибудь выпить так тебя тоже нету ты действительно думаешь покажи мне свои карты ты не найдешь лучше даже в монастыре так тоже нету заходи поп значит теперь идем в верхний квартал некоторые проблемы решаются сами собой ну как верхний квартал средний квартал в верхнем мы уже были ничего интересного там мы не нашли так ну ты не торговец как бы да но тут торговец только мотео если может так выразиться я не хочу иметь к этому никакого отношения покажи мне свои товары да вот она акция я вижу у тебя среди других товаров есть и акции горнодобывающей компании кто продал их тебе акции и откуда они взялись понятия не имею где я взял их клянусь вашей чести ну ладно мы уже то выяснили кто нафиг его спрашивать когда можно почитать что действительно правда это было так как ты сказал никто ничего не учится покажи мне свои товары я приношу извин он все время знал об этом что ты продаешь пять кусков сыра это было всегда обалдеть пришел наконец покажи мне свои товары так у тебя есть акция да я вижу ты продаешь акции шахт я ничего не знаю об этом ты можешь забрать их если хочешь короче никто не скажет нам откуда у них эти акции но мы это уже и так выяснили так у нас тут вина нужно выручать а перед этим вот у нас один ищущий и он там второй стоит да сейчас да давайте опробуем методику которую я решил да применять то есть вызвать скелет вызови что тут стражники стоят тем более там их возле лабарта аж трое по моему ищущих вина который держит так сказать обрабатывают его но будем разбираться с ними уже в следующей серии а с вами был грифон всем спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии и до скорых встреч